Существует высшее проявление любви. Она имеет Божественную природу. Высшая любовь исходит от Бога. Она не исходит от нас. Высшая любовь может исходить от нас, если мы соединены с Богом. Поэтому существует духовная жизнь. Некоторые люди думают, что духовная жизнь – это для тех, кто неудачлив в бизнесе, у кого неуспешный человек, поэтому и верующие, потому что постоянно плачут. Там у них живут несчастные люди, пикари, на лицо ужасные добрые внутри. Крикодин не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жиреет сверца. Но это не вера. Вера означает не молиться Богу для того, чтобы что-то иметь. А молитва Богу означает любовь к Богу. Означает, что мы Ему хотим служить, мы хотим для Него жить, мы хотим Ему отдавать свое сердце. И когда человек так настраивается, то он получает чистую энергию любви в свое сердце, которая дает ему возможность бескорыстно трудиться для близких людей. У нас в сердце не заложено бескорыстие. Если даже женщина с любовью приготовила мужу что-то, она ждет от Него назад благодарности и так далее. И это создает трудности, потому что ждать назад означает, что мы уже не бескорыстны. Но когда мы настроены по отношению к Богу и молимся по отношению к Нему, нам не надо ничего ждать назад, потому что Он всегда отдает назад немедленно. Сердце наполняется радостью, когда мы со святостью имеем дело. Сердце наполняется чистотой немедленно. Поэтому человек должен заряжать батарейки. Мы сейчас ехали на электромобиле, и чтобы на него ехать, надо сначала его заряжать. Так как в жизни человек должен сначала прочитать молитву, вот я сегодня с утра прочитал молитву, и я могу с вами правильно общаться. Потому что у лектора тоже есть свои ожидания. Он ждет, чтобы его уважали, почитали, слушали и так далее. И если он ждет, значит никто не уважает, не почитает и не слушает. Потому что уважение, почтение и слушание – это добровольная вещь. Никого нельзя заставить любить. Поэтому надо иметь достаточно любви внутри, чтобы всем было хорошо. И тогда не нужно никого заставлять. Точно так же в семейной жизни, если я с утра помолился, если я служу близким людям, то им хорошо. И поэтому не надо их заставлять меня любить. Жизнь не переходит в эту фазу конфликтов, депрессии, разочарования, неверия и измены в конечном жизни. Некоторые думают, что у меня такой дурачок, что он меня изменяет, потому что он просто тупой. Переводите, да, с полутой. Нет, такого не бывает. Если вам человек изменяет, это значит, что между вами нет глубины во отношении. Потому что, когда отношения глубокие, изменять невозможно. Я вот не могу изменять свою жизнь. Потому что у нее очень глубокое чувство. У нас глубокие отношения. Я не могу так делать, потому что это невкусно. Даже с этой точки зрения, человек выбирает все самое лучшее в жизни. Зачем выбирать худшее, если есть лучшее? Собъединенная культура основана на том, что мы пытаемся пользоваться друг другом. И, естественно, пользоваться лучше тем, что новое. Новое всегда красивее, лучше, приятнее, чем то, что уже было, уже есть. Всегда новое все лучшее. Но это всего лишь очень поверхностная вещь. Настоящая любовь, она создается годами в результате служения близкому человеку. Сначала человек побеждает в себе склонность видеть в нем неприятные вещи какие-то. Он понимает, что все плохое в человеке, это на основе неправдных. Ну, разве мы, ну, что же мы, случайные прохожие, Пускай немногообразные, Но, в общем-то, похожие, Обиды переменятся, Случайные недавние, Давай оставим мелочи, Давай отбросим мелочи, Давай оставим главное. Главное означает что-то хорошее в человеке, А хорошее в человеке – это духовное. Все, что плохого – это внешнее, Это наносное. Это означает просто отсутствие знания. Человек не знает, как правило, и все. Поэтому он злится, Обманывает, изменяет и так далее. Это все означает отсутствие знания. Это не значит, что он подмолеет. Переводится слово подмолеет. Это значит, что он просто Не знает, как правильно, и все. Но часто мы его воспринимаем, Как врага близкого человека, Из-за того, что он делает глупости. Он настроен обороняться от нас, Сражаться, защищаться. Почему? Потому что мы доставляем друг другу боль. Боль возникает в результате Нежелания служить друг другу С обоих сторон. Я, например, могу не служить Близкому человеку, Потому что он безграмотный. Ну что вот служить моим слушателям лекции? Ну, они ничего не знают, Как правильно жить. Я такой улыбный. Ну, они такие, они ничего не знают, Слушают меня, значит, Они ничего не знают, Сколько знаний, они не слушают. Это означает гордость. Гордость означает глупость. Часто люди гордятся тем, Что они очень развитые. Например, Люди начинают изучать мои лекции, Они думают, О, я перестал есть мясо. Я такой прогрессивный. А мой блесткий человек, Он Мясоед. Нет, нет, не Мясоед, Турбоед. Как можно с таким человеком жить? Но если твое изучение Правила здоровой жизни Привело тебя к гордости, Тогда в чем заключается Твой прогресс? Никакого прогресса не произошло. Потому что прогресс Оханчает стать более смиренным. Когда человек В результате своих познаний Начинает служить всем, Заботиться обо всех, Поклоняться людям, То это означает, Что он развился. Но если человек В результате своих познаний Стал непрежительным гордым, То тогда количество любви В отношениях уменьшается. Развитие означает Увеличение людей. Любви становится меньше, Значит, развития никакого нет. И так процесс познания Должен быть связан С любовью всегда. Если ты хочешь что-то изучать, Изучай на практике. Если ты хочешь понять, Что такое вегетарианство, Зная, что вегетарианство Это не означает Не есть мясо. Вегетарианство означает Служить. Служить животным, Не убивая их. Но если ты служишь животным, Не убивая их, То почему бы тебе Не послужить близкому человеку И не убивать его? Постепенно. Можно же быстро убивать, Можно же постепенно. Если ты вегетарианец, Не убивая близкого человека, То гораздо хуже, Чем не убивать животным. Любовь – это очень сложная речь. Любовь означает всегда Аскеза служения. Часто люди, совершая эту аскезу, Не чувствуют счастья. Почему? Потому что счастье – это подарок, Аскеза, Что делает? Приближает к этому подарок. У каждого человека Есть определенные возможности Жить счастья в его семье. Вот у меня по гороскопу Вообще вообще таких возможностей нет. Мне так поставят планеты, Что я не могу быть счастливым в семье. И поэтому в жизни Очень трудная речь, Она дает мне много знаний. Так Бог устроил, Что мне не надо Тренинги проходить, Для того, чтобы понять, Как жить правильно в семье. У меня тренинги происходят дома. Но я не могу сказать, Что у меня несчастная жизнь в семье. И не могу такого сказать. Почему? Потому что, Если человек настроен правильно, То каждый тренер приводит больше познания. И приводит, конечно, К счастью, Еще большему счастью. Если у человека маленькие испытания, Он достигает небольшого счастья. Если у человека большие испытания, Достигает большого счастья. Вот, например, Если человек слепой, Некоторые думают, Что он отделенный. Он не отделенный. У него просто больше объем работы. Если слепой человек, Способленный с помощью духовной силы, Открыть себе внутренние глаза И смотреть на мир С помощью внутреннего зрения, То такой человек видит мир Тысячу раз более счастливо, Чем тот, у кого есть глаза. Так же лаванда, например. Она больше видела, Чем мы тысячу раз. Если человек неподвижен, А бездвижен, То это объем работы. Это не означает, Что он всю жизнь должен быть несчастным. А бездвиженный человек Может быть тысячу раз счастливее нас, Когда он сможет победить Своё вот это вот несчастье В своем сердце. Точно так же, Когда у человека есть тяжелая семейная карма. Ему сначала очень трудно, Потому что всегда ему попадается В отношениях такой человек, Который будет его воспитывать. Каждую секунду воспитывает его. И сначала это очень больно, Но потом, Когда человек Молится, И прощает, И принимает, То Это означает, Что айсберг Отношений Тает постепенно снизу. Айсберг снизу очень длинный, Под водой. Его не видно. Сверху чуть-чуть. Счастья чуть-чуть. Часто бывает в плохой семейной жизни Тяжелая карма. А много-много страданий. Но когда человек Трудится над отношениями, И молится, Разве он страдает в это время? Если человек моет пол с радостью, Он страдает? Нет. Когда человек Трудится над отношениями, Он прощает, Просит прощения. Он принимает свою судьбу, Такую жизнь. Разве он страдает? Он просто трудится, Тяжело трудится над отношениями, И в конечном счете Айсберг тает, А это потом раз и переворачивается. Переворачивается означает, Что близкий человек Становится резко другим. Он вдруг обнаруживает, Что мой, у меня Очень хороший человек в жизни. Он всегда служит К моим отношениям, Любит меня. И я, как свинья с ним, Себя веду. Это означает Перемен, Победа, Сдача экзаменов. И жизнь резко меняется В семейном результате. Теперь некоторые могут мне сказать, Олег Геннадьевич, У меня не тот случай. У меня безнаберок. Ну, я не могу Жить с этим человеком совсем. Он такой плохой. Он не такой, Как вы, Олег Геннадьевич. Вы вот трудитесь над отношениями, Вы хорошие, А он трудиться не хочет. Так Бог вам дал, Увы, не для того, Стоп он трудился над отношениями, А для того, Стоп вас мучил. У него совсем другая задача, Увы, не для того, Увы, не для того, Увы, не для того, оценивать, что он будет делать. Это не наша проблема. С ним Бог сам разбитывается. Это не наша проблема заставить Его быть хорошим. Наша проблема так жить с ним, чтобы он захотел быть хорошим. И это означает в данный экзамен. Но если мы заставляем близкого человека быть хорошим, какой результат, он будет все хуже и хуже, хуже и хуже. В конце концов, отношения будут разрушены. Почему мы заставляем близкого человека быть хорошим? Потому что мы с Богом не согласны. Мы поедем с Богом. Эта Божественная сила заставляет нас мучить Его. Он никогда не поверит, что Он нас мучает. Он говорит, я тебе правду сказал. Никогда не поверит, что Он нас мучает. Ему не кажется, что Он нас мучает. Так устроен этот мир. Итак, есть две вещи, которые помогают в семейной жизни. Первая вещь – это правильный настрой на любовь. Означает служение. Это всегда подвиг. Потому что опять заново идти в эти отношения очень тяжело. Потому что это доставляет боль всегда. Потом будет награда. Сначала любовь – это страдание. Это не награда. Сначала мы просто трудимся. Это не страдание, это труд. Не благодарный труд, потому что не видно отдачи. Она внутри у человека попится. Как вы думаете, можно сделать что-то бескорыстное для человека, и у него при этом ничего внутри не возникает. Такое бывает или нет? Бывает? Кто из вас считает, что бывает? Давайте попробуем. Вы сейчас старайтесь, чтобы у вас не было благодарности внутри. А я буду сейчас служить нашим отношениям с вами. А вы старайтесь как-то настройтесь так, чтобы не было благодарности. Давайте поэкспериментировать. Давайте. Я очень благодарен вам за то, что пришли на лекцию. У вас такой глубокий, спокойный, добрый взгляд. Как только я пришел на лекцию, я сразу это заметил, что вы пришли на лекцию. И мне показалось, что вы, наверное, преподаватель или человек такой очень глубокий, понимание психологии, отношений, сил и прочее. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли к нему. Но вы же сопротивляться должны у меня. Уникальные цели. Видите, невозможно сопротивляться. То есть, когда человек бесколесно себя ведет, то это всегда вызывает благодарность. Благодарность – это такая вещь, которую никуда не денешь. Она все равно будет залазить в сердце. Даже если человек старается делать все наоборот, все равно ее никуда не денешь. Я приехал в Омск своим знакомым, и у них большая, огромная собака. Огромная собака. Которая, ну, собака, она должна, ну, как это, у всех. Кто чужой? Потому что это ее служение хозяином. Она так зарабатывает все на клетке. И ее звали Кармой. Собаку звали Кармой. И, когда я пришел, она такая вылезает в водке на меня. Гав, гав, такая. И я спросил, как зовут собаку. Мне сказали, что ее зовут Кармой. И я, когда, ну, там, пришел в дом, это деревянный дом большой, пришел там, делал свои дела, вышел на улицу, встал перед ней. И она начала на меня кафтой фазловой. Кафта такая бросается, как пытается оборвать цепь, чтобы меня закусать. И я говорю, Кармой, ты так хорошо выполняешь свои обязанности. Ты так служишь своим хозяинам. Ты вообще очень удивительная такая собака. У тебя очень доброе сердце. Я видел то, что видел и говорил. И она, в конце концов, уже она как бы не знает, что дальше делать. Вроде бы она должна гавкать, потому что я чужой человек. Но, с другой стороны, ей очень неудобно гавкать, потому что я даю ей любовь, мне ей благодарность постепенно копилось, копилось сердце. И она хотела продолжать гавкать. И в какой-то момент она убежала в водку, спряталась от меня. И такая смотрела. И когда я в следующий раз заходил в дом, то она сразу убегала, пряталась. Гавкала оттуда чуть-чуть из-под тишка. Боялась, сидя на ней по-другому посмотрела. Даже если обязанностью человека является гавкать на нас, это его долг перед Богом, потому что у нас такая тяжелая судьба, то если мы будем ему по-другому служить, с верой, что это принесет хорошие плоды, то этот человек, в конце концов, не будет выполнять этот долг перед Богом и гавкать на нас. Он просто будет удивлен очень сильно. Он будет удивлен своему восприятию нас, своему пониманию нас. Он будет удивлен, у него поменяются представления. Благодарность, которая у него в сердце будет расти, она вызовет уважение по отношению к этому. Конечно, все это уважение. Я приведу такой пример уже с вами в саде. Допустим, среди вас есть люди, которые по внешности, когда меня увидели, подумали, но этот человек не может мне дать знания. Ну, какой-то такой. Ну, не серьезный какой-то. Поет все время. Что-то странное. Почему люди приходят вообще на лекции к этому человеку? И постепенно, в результате беседы, вы начинаете как раз и поменяли представление обо мне. Поднимите руку, у кого уже это произошло. Где есть какие-либо в зале? А поднимите руку, у кого не поменялось обо мне представление. Спасибо, я вам очень благодарю. Будем продолжать трудиться. Да, в ее работе. То есть я очень благодарен, что вы, чувствуя ко мне такое ощущение, что я какой-то несерьезный человек, все равно пришли на мою лекцию. Это, а? Не так поняли. А, не так поняли. А вот теперь, кто так? Кто действительно чувствует, что как-то вот, ну, может быть, какой-то несерьезный человек. Поднимите руку. Есть ли кто? Есть. Как вас зовут? А? Спасибо вам большое. Я вот единственный человек, который понял, что я такой бестолковый. На самом деле так и есть. Спасибо вам за вашу правду, за ваше участие в моей жизни. Потому что всегда должны быть те, которые оценивают, не просто слушают, а оценивают. Это создаётся баланс, каким образом. Я принимаю ваше понимание меня как личность. Спасибо вам большое. Но если я буду служить отношениями, то постепенно мы с вами будем ближе. В этом нет никакого сомнения. В этом заключается моя вера. И в этом заключается также мой вызов к моей судьбе. Первое – это служение. Служение даёт возможность менять представление о себе как личности. В результате этого меняются отношения. В результате служения. Служение означает смиренная позиция. Служить может только тот слугар. Господин не может служить. Господин всегда только принимает служение. Есть два положения в этой жизни. Положение господина и положение слуги. Но на самом деле надо знать, что никогда положение господина не выгодно. И никому не приносит счастья. Мой опыт показывает, что настоящий наставник, даже есть духовный учитель такое понятие, перед которым ты должен падать на колени, когда его видишь. Настоящий духовный учитель – это тот, который никогда не гордится собой. Он всегда ведёт себя как слуга. Мой духовный учитель, который дал мне духовное посвящение, он, когда я прихожу к нему, он вот так складывает руки и говорит мне, как я могу тебе служить? Он не ведёт себя как господин. Это означает, что ощущение себя господином является ущербным с самого начала. Это признак невежества. Это не признак знания. Точно так же отец или мать, когда они, будучи старшими, служат своим детям очень смиренно, заботятся о них и смиренно наказывают их, и смиренно учат их – это настоящие родители, которые вырастут в разумных детей. Потому что, когда родители гордо себя ведут, ты нацмекаешься над своими детьми – «Ну что ты такое делаешь? Как ты себя ведёшь?» Гордость по отношению к младшим означает уничтожение в них разного. Когда человек нацмехается над своим ребёнком и очень жёстко относится к нему, такой человек несомненно приводит младшего к потупению. Он становится просто глупым, он чувствует себя глупцом, он не может никогда развиваться. Потому что по-настоящему правильное воспитание означает всегда смиренная позиция. Я знаю больше в этом вопросе, но это не означает, что я лучше. Это означает смиренная позиция. Потому что, думаю, ребёнок может знать больше в другом вопросе. У него много других хороших качеств, которых у меня нет. Это должен быть хорошее в своём ребёнке также. Это называется служение. Бывают старшие, бывают младшие. Но служение не всегда означает смирение. В семейной жизни мы должны всегда учиться быть слугами. Женщина всегда лучше в чём-то, чем мужчина всегда. Мужчина никогда не может женщину догнать в чистоте, в желании чистоты. Никогда мужчина не сможет быть таким же внимательным, как женщина. Женщина гораздо больше видит тонкости, чем мужчина. Мужчина не может столько видеть вокруг всего, сколько женщина. Она очень внимательна по природе. Мужчина не может столько прощать, как женщина. Женщина лучше прощает. Мужчина не может так прощать, потому что прощение – это энергия любви. Мужчина меньше энергии любви. Женщина больше. Мужчина не может так сильно заботиться, как женщина. Женщина больше способностей заботится. Женщина мягче по природе. Она легче приспосадивается к любой ситуации, легче привыкает к ситуации. Мужчине трудно привыкать к ситуации. И мужчина никогда не сможет быть таким же, как женщина в этих вопросах. Никогда не сможет. Значит ли это, что женщина должна им верить, насколько ты грязная? Почему ты такой неаккуратный? Почему ты такой ненежный? Почему у тебя голос такой грубый? Она не должна гордиться своими женственными качествами перед ней. Потому что это гордость, чему приводит всегда к поражению отношений. Это ущербные отношения. Они приводят к победе. Женщина должна служить своими качествами. Так же, как мужчина никогда не должен гордиться своей смелостью, рассудительностью, своим терпением. Мужчина никогда не должен гордиться тем, что он в более направленную сторону, более цареустремлен. Мужчина не должен гордиться тем, что он сильнее, чем женщина. Мужчина не должен гордиться тем, что у него большая способность терпеть страдания, влияние этого мира окружающего. Женщина очень трудкая существо, ей трудно терпеть социальные проблемы, какие-то войны, голод, бедствие. И трудно все это терпеть, потому что у нее очень психика настроена на гармонию, на разрушение. Женщина не может терпеть войну, насилие. Мужчина может все это терпеть, но он не должен этим гордиться перед женщиной. Если он этим гордится перед женщиной, это значит, что он глупый человек просто у всех. А глупость означает неспособность убить. Мужчина все эти качества использует для служения женщине. Храбрость мужчина должен проявлять только в скородушном доме. Там, где он находится на работе, он должен быть очень храбрирован, как лев. Но когда он приходит домой, мужчина должен быть смиренным, как ягненок. Он не должен храбриться перед своей женой. Потому что те мужчины, которые храбрые ведут себя перед женой, они трусы там. Настоящий смелый мужчина способен быть очень скромным рядом с женой. Это признак также смелости у мужчины. Как видите, мы сейчас с вами изучаем тему различий характера мужчины и женщины. Эти различия имеют статическую и неизменную природу. И они увеличиваются по мере развития личности. Например, является ли женщина, у которой очень много строгости, жесткости, непреклонности в отношениях, является ли эта женщина развита? Является ли она развита женщина, которая не прощает, принципиально себя ведет? Является ли она развита женщина, которая способна наказывать грубо от человека? Некоторые женщины вверяют себе это в заслугу. Они считают, что они очень крутые. И они являются ли заслугой, что женщина очень сильно ведет себя в обществе? Что же ей дается заслугой женщины? Заслугой ей дается добрый нрав, устойчивость, доброта, мягкость, скромность, нежность, способность заботиться. И по мере развития женщины все эти качества у нее возрастают в характере. А так, когда у женщины качества возрастают в характере, где они начинают проявляться? На лице. Все, что развивается у женщины, все уходит на лицо. А у мужчины все, что развивается, уходит внутрь. У развитого мужчины лицо строгое, такое, как бы, ну, не сильно красивое. Если мы видим мужчину такое, то сомневаемся в его качестве. Мужчины снаружи строгое, если увеличивается. А внутри секс – добрый мужчина. У женщины, наоборот, все хорошие качества уходит наружу. Она становится красивой в результате своих хороших качеств. Поэтому не надо сильно верить в краску, в макияж на лице. Если макияж не подтвержден качествами, то это больше похоже на противогаз. Макияж должен быть подтвержден качествами. Нам не нужны искусственные цветы. Нам нужны настоящие. Настоящие означают, что есть еще тонкая психическая энергия, которая подтверждает красоту цветка. Так же у женщины. А ее красоту должны подтверждать качество характера, которое исходит изнутри. И это дает ей возможность влиять на ситуацию. Женщина влияет с помощью энергии красоты. Это так то же самое, что энергия любви. Энергия красоты не обязательно должна подчеркиваться на лице. Энергия красоты постепенно у женщины с возрастом переходит в сердце. Есть женщины очень красивые, но не обязательно, что у них лицо очень гладенькое, как вы молодое. Молодость не означает качественная красота. Качественная красота у любого человека постепенно, который работает над собой, увеличивается в глазах, в словах, в поступках. Поэтому не нужно сильно доверять внешним вещам в отношении к себе и нашей жизни. Некоторые думают, «Ой, у меня что-то жена постарела чуть-чуть, не такая, уже не такая красивая, как раньше». Смотрите в сердце. Если жена наполнена чистотой, верностью, любовью, она очень красивая внутри. Но если вы не будете подпитывать ее красоту, то как она будет расцветать? Чтобы жена расцветала, нужно всегда видеть ее, учиться красоту. Если вы не видите ее красоту, ей очень трудно будет расцветать. Также надо видеть силу мужчин, учиться репетируя. Женщина, живя семейной жизнью, видит много слабостей мужчины. Она думает, «Вот я думала, что ты такой человек, мужественный». А на самом деле тряпка. Это означает, что вы не расцветили. Тот, который организм мужского перья, всегда имеет способность быть мужественным, сильным, разумным. Если корову кормится лопанными пакетами, она будет выдавать бензин. Точно так же и мужа надо кормить, подчеркивая его хорошие качества. Так, сначала надо разобраться, что такое мужчина, кто такой мужчина, кто такая женщина. Разобраться в этом вопросе. Первое, что мы должны делать, это служить любовью. Не доверять тому негативному, что исходит из человека. Служить любовью означает увидеть в нем хорошее и верить в это. Учиться верить в хороших человек. Учиться видеть в нем чистоту. Учиться видеть в нем самое лучшее – душу. Это означает служение. Допустим, если я не вижу чистоту в чем близком, в муже, не вижу в нем чистоту, и готовлю ему покушать. Будет ли это качественное приготовление? Я думаю о том, что он у него такой плохой человек. И с любовью готовлю ему. Это возможно? Нет. Качественно приготовить означает вспомнить что-то хорошее в муже, и потом начать готовить. Если не вспомнил, тогда помолись святости, святому чему-то, помолись, вспомни святость, вспомни чистоту, а потом уже вспомни что-то хорошее в муже. Это называется настроиться на служение. Пока не переключился, ты не сможешь служить. Надо сначала переключиться. Никогда любовь не возникает вот так, просто так. Это аскеза. Сначала надо переключиться на любовь, а потом начать любить. Любовь – это труд. Ну, как я, Легенач, буду любить, если мне не любиться? Любиться означает не труд, а балдеж. Переводится, да? Любиться означает, что я просто наслаждаюсь. Но наслаждение – это не любовь, это пользоваться любовью. Любиться означает настроиться на святость и потом трудиться. Мы любовь воспринимаем как наслаждение. Это не наслаждение, это труд. Труд, настроенный на чистоту человека. Я сначала вспоминаю что-то хорошее в муже, прощаю ему все, а потом начинаю для него готовить. А еще лучше готовить сразу для Бога и думать о том, что это я делаю для того, чтобы еще больше главы будут дать мужу. Потому что, когда женщина готовит для Бога, то Бог освящает эту пищу. А если муж ест освященную пищу, он сжигает все свои грехи в результате такого питания. Просто кушает и очищается от грехов. Когда человек кушает, это всегда желание наслаждаться. Когда человек кушает, он всегда питается, наслаждается. Это корыстный процесс. Но если человек кушает освященную пищу, то в ней заложено столько силы, что человек накушался и одновременно очистился, вот что должна женщина делать, когда она готовит. Она должна вспомнить сначала Бога, а потом вспомнить что-то хорошее от мужа. И с целью очистить его существование она должна готовить для Бога, думать о Боге и готовить пищу. И женщина думает, зачем Богу нужна моя пища? Ну вот смотрите, он вам все дает из сердца. Он дает жизнь, дает возможность. Даже руку мы не можем поднять без энергии Бога. Некоторые люди думают, это я руку поднимаю. Хорошо, если у тебя рука парализована, можешь поднять, нет? Не можешь. А почему ты иногда можешь, а иногда не можешь? Потому что это не твое. Тебе просто даромана такая функция. Если будешь плохо вести, парализует руку. Вы же хорошо вести, опять вылечиться. Таким образом, Бог нам постоянно все дает. Мы что-то при Него можем сделать? Вот что-то тут можем при Него сделать? Можем. Если мы с любовью готовим для Бога, чтобы Он был счастлив от того, что я Конституцию создал. Готовить не означает грязь, месить. Готовить означает создавать красоту. И если вы создаете красоту, почему бы этот день не делать для Бога? Разве Ему не хочется вашей красоты? Разве Он не Личность? Разве Ему не нужно ли Бог? Я для тебя, мой Господь, остаюсь верным в своих мужах, потому что тысячи тысяч мужчин гораздо лучше, чем он. И лучше бы я ушла от него и жила с кем-то другим получше. Я стал умнее, разумнее, послушал лекции. Теперь я знаю, что есть лучшие мужики, чем мой дурачок. Но для тебя, Господь, я живу с моим мужем, потому что ты хочешь, чтобы я была его верна. Потому что ты написал эти законы в Библии, в Ведах и в других священных писаниях. Это твое желание, чтобы я была верна своим мужем. Ты соединил нас, ты нас держишь вместе, поэтому я для тебя хочу сделать один подарок. Я буду жить со своим мужем ради тебя. И когда человек так говорит, просто думает так, то Господь отвечает в сердце радости. И Он дает свою милость. Милость еще раз заключается в том, что мы начинаем видеть хорошую близкую человека. И так, первое – это служение. Но есть еще второе. Второе правило для счастливой жизни – это знание. Знание. Должен знать, как устроен характер женщины. Женщина должна знать сама свой характер. Мужчина должен знать свой характер. Мужчина должен знать табликарактер, слышеный. Он не должен от нее требовать того, чего не надо требовать. Например, некоторые мужчины заставляют женщину работать на работе. Это не вложено к природу. Женщина не работает. Женщина не работает. Она отходит туда, где отдыхает от дома. Она не работает на работе. Она там развлекается, отдыхает. Женщина работает дома. Некоторые руководители предприятий заставляют женщин делать то, что им не свойственно. Вот мужчину можно заставить что-то еще делать, кроме того, что ему нравится на работе делать. А женщина и идет на работу для того, чтобы делать только то, что ей нравится. Зачем ей еще делать то, что ей не нравится? Она не сможет это делать. Она будет очень сильно страдать от этого. Когда мужчина заходит домой, что с ним происходит? Он расплавляется. Женщина, когда домой приходит, она раскидается? Нет? Нет, она, наоборот, напрягается. Она начинает все делать там дома, потому что это ее работа. А женщина, когда приходит на работу, что с ним происходит? Она видит своих подружек, друзей. Она приходит вот так, ей нравится что-то делать. Она раскидается, ей хорошо становится. А мужчина, когда приходит на работу, что с ним происходит? он напрягается. Это надо знать. Поэтому, если мужчина хочет, чтобы женщина у нее работала, потому что женский труд нужен. Например, с клиентами общаться. Мужчина не может так нежно, как женщина. Встречать кого-то. В магазине, допустим, встречать клиента. мужчина встречает. Кто должен встречать? Женщина? Она так удивилась клиенту. Ну, другой, да, я пришел, все хорошо, все меня любят, удивляются. Женщина нужна для встречи, для отношений, для знакомства. Аккуратность, когда нужна, допустим, на работе, чистота. Медицинский центр. Мужчина, допустим, может убирать это рационное, чтобы чисто было? Только женщина это может сделать. Мужчина не сможет чисто все сделать. Ничего-нибудь забудет обязательно, но невнимательная. Женщина очень внимательная, она все сделает так, чтобы все на местах не езжало. Нас создают порядок. Женщина создают порядок. Мужчина создают что? Бардак. Мужчина создают три логики. Это принцип. Это не то, что вот женщине так и повезло. Это принцип. Есть женский принцип, есть мусстория. Например, я когда ночую людей о лечении, есть женский принцип, есть мусстория. вирус. Так, например, когда мы имеем течи вирусной инфекции, сейчас уходит такой вирус, который очень долго может находиться в человеке. Очень долго. И человек чувствует слабость постоянно, сомневость, голова болит, температура повышенная немножко. и никто не может найти, что за болевание. В кого сейчас такое состояние? Это вирус. У вас вирусная инфекция. Вот. Как улечиться этот вирус? Надо взять белый перец. Белый перец, есть такой, горошек, белый горошек перец. И привязать четным числом к руке. Правая рука, правая нога. можно привязать сразу по всеми четырем конечностям. Вот там, где запястье, вот здесь. Допустим, берете четыре перчика и привязываете. Сюда, сюда, в ткани. Заворачиваться в ткань и привязываться. Не размалываются перец, просто горошками в ткани и привязываются. И на ноги так же и носите везде. На три дня хватает, потом можно немного свежее. Можно на ночь сейчас сподлять так же. И носите так постоянно. Но если вы поставите три перчика, то вам будет плохо. Потому что речь только женская энергия. Мужская разрушает или напрягает. Бывает, что надо напрягать человека. Это тоже лечение. Например, операцию сделать. число 1, 3, 5, 7, 9. Это мужские числа. Число 2, 4, 6, 8, женские. Всегда женские числа создают гармонию, а мужские всегда напрягают. Есть мужские буквы, это согласные, они всегда напрягают. Их произносить неприятные. Т, К, М, В. А женские буквы А, О, У, Ю, Я, Э, Е. Они оставляют. Их можно долго произносить. Понимаете? Женщина это все самое лучшее. Но, но, если женщина так считает, что она самая лучшая в отношении с мужчиной, то это проклятка. Женщина это самая лучшая, все это знают. Но если женщина считает себя лучшей, то тогда она разрушает все в своей жизни. Смотрите, как работает женский разум. Разумная женщина считает себя ниже даже своих детей. Она преклоняется даже перед своими детьми, разумной женщине. А неразумность себя считает лучше всех в семье. И разумная женщина создает хаос, а разумная гармония. Женщине очень трудно понять, что она ниже. Очень трудно. Так работает только разум. Это потому, что с точки зрения ума женщина не может понять, что она ниже. Она смотрит на себя взятку и думает, ну в чем я хуже? Я красивая, добрая, нежная, сострадательная, заботливая, ласковая. А ну в чем я хуже этого дурака? Почему я должна считать его ниже, чем я? Ну что такое разум у женщины? Разум – это такая сила, которая заставляет ее, несмотря ни на что, все равно вести себя скромно и смиренно. Несмотря на всю красоту и все хорошие качества характера, всегда себя все равно вести скромно и смиренно. Это называется разум у женщины. Она знает просто, что так надо себя вести. Это ее знание. Внешне все говорит наоборот. Но знание заставляет ее так свести. Вот дополнительность в отношении к службам. Муж делает какое-то высказывание в отношении к жене. Он говорит, что ты такая ленивая. Лень – это естественное свойство женщины. Женщина расслабленная. Любая женщина не дружится с ленью. Она всегда все делает позже, но склонно опаздывает. Женщина расслабленная. Ну, медленно все делает. Очень склонна к аккуратности. Аккуратность означает дольше все делать. Женщина склонна к аккуратности, очень медленная. Ну, мужчине не нравится это. Мужчине быстрее, надо быстрее. По приводу. Бывает наоборот. Мы не говорим, что всегда вот так. Бывают женщины очень быстрые. Но это мужское качество уже. Обычно, чем женщина больше мужских качеств, тем меньше она красивая. Чем меньше мужских, тем больше красивым. И мужчина, допустим, говорит, ты очень любивая. Жене говорит это свое. Но женщина очень внимательная. Она видит и помнит свои мужа в тысячу раз больше недостатков, чем он может даже в ней разбереть. Тем более, что женщины недостатки все спрятаны. Она даже сама их не знает. Как их можно разбудить, если она сама даже не знает свои недостатки? И когда мужчина, допустим, пытаясь спорить со своей женой, что невозможно, пытается ей что-то сказать, он говорит, ты ленивая. То есть, если женщина гордится собой, у нее есть все основания, потому что она помнит тысячи недостатков мужа, а он помнит всего лишь одно. И он говорит, ты ленивая. И она ему казала, а ты такой-то, 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 такой-то. И вчера вот это, а позавчера пять лет назад вот это. Забыл? И переспорить женщину такую невозможно. Неразумную женщину переспорить невозможно. Поэтому неразумная женщина учится только на ошибках своей жизни. Потому что как еще женщине учиться только через советы мужа? Но если женщина в ответ на замечания всегда имеет тысячу своих замечаний, как она будет справляться с жизнью? Это невозможно. Так? Поэтому женщина должна принимать, что она должна быть скромной, что она должна принимать советы мужа. Хотя это успевает. Мужчина тоже должен принимать советы жене. Иногда женщине очень трудно советовать мужу. Она старается терпеть, не говорит ему ничего плохого. Таким образом балует мужа. В этом случае она должна обязательно заставлять себя ему говорить правду. Есть другая категория женщины, которые никогда ничего не терпят, они все говорят. Они никогда не будут терпеть недостатки мужа, всегда выкладывают ему недостатки. Такие женщины должны учиться поменьше говорить о недостатках близкого человека. Есть мужчины, которые постоянно угнетают своих жен, и постоянно мучают их нравоучением. Такие мужчины должны стараться не мучить жену, и дать ей возможность спокойно жить. Есть мужчины, которые ничего не говорят плохого своей жене, потому что они боятся скандала. Такие мужчины, вопреки всему, должны все-таки говорить ей правду. Очень подобно говорить правду. Это называется служение близкого человека. Воспитывать близкого человека нужно обязательно. Как видите, смирение может проявляться по-разному. Если я много воспитываю, смирение заключается в том, что поменьше воспитывают. Если я мало воспитываю, смирение означает заставлять себя воспитывать. Потому что не воспитывать близкого человека – это тоже гордость. Это признак гордости тоже. Вы не устали? Нет. Первое, к чему должны дойти отношения между мужчиной и женщиной – это уважение. Боль, которая возникает в результате влияния времени. Время что делает? Оно накапливает плохую карму в сердце. И приходит день, и человек начинает чувствовать себя очень плохо. У него плохое настроение. Не хочется всех ругать. Хочется всех мучить. Это означает, что приходит плохая судьба. Чем хуже судьба в отношениях, тем больше любви надо отдавать в отношениях. Чем хуже судьба, тем больше любви. И бывает так, что человек вообще просто не может сменить жизнь и жить. Но если он будет каждый день молиться, со святостью контактировать, накапливать эту силу святости в себе, учиться видеть хорошее и сопротивляться плохому настроению близкого человека, то тогда в этом случае он все равно сможет сохранить семью и жить счастливо в семье. Вопрос сколько прилагать усилий. Мы не можем выбирать карму, она сама есть. Как определить, что у меня тяжелая карма в личной жизни? Это уже определяет с самого рождения. Когда родители ругаются, разводятся, одинокие семьи, без мужа, без жены, постоянно ругают в семье, пьянство в семье, наркомания, разврат, драки. Это признак тяжелой кармы. Это страшение уже видно. Вот у меня, я так жил в детстве, у меня так родители. Это признак тяжелой кармы, что у тебя тяжелая семейная карма. Объем работы очень большой. Ничего страшного. Это означает, там и счастье будет в этом направлении. Победа там будет, значит. Там, где труд, там и победа. И к чему надо прийти? Ну, допустим, родители ругаются, пьянство. К чему надо прийти? К тому, чтобы их простить и начать видеть в них что-то хорошее. Это называется первый этап любви. Отношения от ненависти и безразличия переходят к любви только в том случае, если мы способны простить, принять судьбу, принять объем работы и начать труд. А труд заключается в том, чтобы увидеть хорошее в человеке. В родителях увидеть что-то хорошее в человеке. И это первый этап любви, который называется уважением. Что такое уважение? Это видеть хорошее в близком человеке. Учиться видеть хорошее означает уважать его. Это труд, который приводит потом к победе. У человека в сердце закрепляется. Он видит больше хорошего в близком человеке, чем плохого. В близком человеке есть хорошее? Есть. Плохое есть? Есть. Кто такой святой человек? Он не придает значение плохому человеку. Видит только хорошее. Допустим, к нему бандит приходит. Как определить, что это святой человек? Священник святой. Может быть, священнослужитель не знает, что святой. Как определить, что он святой? К нему бандит приходит? Он может понять, что это бандит? Бандита видно. Человек убивал людей, много насиловал. Приходит бандит к нему. К Богу, значит, приходит. Так? И священник, он с ним видит в нем хорошее. Знает, что он бандит. Но видит в нем хорошее. И с позиции этого хорошего, то есть с позиции уважения к нему, начинает с ним беседу. Что происходит с этим преступником? Он в результате удивляется сначала, что так с ним себя не делает человек этот. А потом начинает раскаиваться. У него сердце открывается к раскаянию, к правде по отношению к себе. Он себя начинает по-другому воспринимать. Он начинает раскаивать в своих поступках. И этот человек спасает его судьбу. Чем? Тем, чтобы видеть в нем хорошее. Итак, уважение – это первый этап любви. Без любви нет перемен. Невозможно спасти человека из любви. Любовь – это то, что дает вам силы и счастье. Любовь и знаний не бывает. Этот священник должен заставлять себя видеть в нем хорошее. И заставлять себя прощать в нем плохое. Он должен идти этим путем. Потому что большинство людей идут другим путем. Они нашли плохое в человеке, зациклились на этом и до свидания. Это деструктивный процесс, разрушительный способ жизни. Первая фаза любви, когда отношение в счастье переходит – это когда мы с помощью молитвы прощения, покаяния приняли человека и начали видеть в нем хорошее. Уважение, значит. Причем интересно, что в женщине надо стараться видеть женские качества хорошие, а в мужчине – мужские. Поэтому это надо знать. надо знать, что мужчина по природе аскетичный. То есть, если женщина встает рано, обливается холодным душем, лежит на иголках, ест другую пищу, не разговаривает, молчание занимается. контролирует чувства, не красится, не одевается красиво, то эта женщина разрушает себя как личность. Эта женщина спит над вёдом, ест другую пищу, она становится больной. Потому что женщина должна спать на мягком и есть еженую пищу. Она должна вставать не поздно с постели, но не слишком рано. Она должна стремиться встать пораньше, но если она чувствует, что она не выспалась, станет чуть-чуть поспать и встать. Женщина не должна насиловать себя, когда она встает в постели. Можно вставать аккуратненько, лучше пораньше вставать, но не слишком рано. В целом, женщине надо больше спать, чем мужчине, на один час. Где-то. Женщина в постели как рыба в воде. Ей там нравится. Женщина должна есть сладкую пищу. Но надо знать, что сладкую пищу надо есть утром и днём, и надо есть вечером. Потому что сладкого многовечного разрушает красоту и здоровье. Сладкая лёд есть с утра и днём. Когда солнце поднимается, это время сладкое. Солнце вверху – это время острое, солёное и кислое. А когда солнце вниз садится, это время пресное. И все вкусы должны уменьшаться вечером. Пища должна быть пресной. Она чуть-чуть сладковатая должна быть тоже. И, допустим, молочко с мёдом можно купить – тоже сладкий вкус. Но пирожные вечером есть нельзя. Сладкий вкус поддерживает у женщины энергию красоты, гармонии и здоровья. Женщина должна отбиваться тёплой лотой. Не холодной, не горячей, тёплой. Она должна достаточно тепло одеваться, потому что она чувствительна в погоде. Женщина не должна ходить раздетой. Это может вызвать простуду. Одежда должна быть мягкой у женщины. Не надо другую одежду носить – это разрушает здоровье. Надо носить те цвета, которые нравятся. То, что нравится, то и носить не нравится. Безразлично не одеваться. Нужно одеваться со вкусом. Не надо одеваться безразличными. Но есть вещи, которые женщина должна делать вопреки своей воле. Если может. Или знаешь, что так надо делать. Например, лучше волосы закручивать на голове, а не распускать. Потому что распущенные волосы означают интимные отношения. Женщина диктует отношения к этому миру. Она не подчиняется отношениям, а создает отношения. Не беспокойтесь, все хорошо. Женщина создает отношения. И поэтому лучше женщине носить волосы закрученные, потому что в этом случае она не сильно красиво выглядит перед чужими людьми. Но когда она приходит домой, она должна краситься и волосы распустить. Когда женщина с распустительными волосами, она доступна. Когда она с собранными волосами, она защищена и недоступна. Недоступная женщина копит энергию к себе, красоты, а доступная отдает. Поэтому женщина должна носить длинные волосы, а не короткие. Длинные волосы означают сильный ум. Женщина должна иметь сильный ум. А мужчина должен состригать волосы больше, чтобы не сильно беспокоиться о чем-нибудь. Женщина, когда волосы делают очень длинными, то когда в этих волосах собираются ее эмоции, психическая энергия, волосы связаны с эмоциями. Чем длиннее волосы, тем эмоции более сильные, защищенные. У женщины сильные эмоции защищены, значит сильные эмоции. Не слабые такие вот, а сильные. Длинные волосы, защищенная, красивая женщина, сильная, копит красоту. Короткие волосы раздают красоту, раздают эмоции. Волосы, связанные в косу или в конвок, означают у женщины защита. Волосы, распущенные, означают отдача энергии красоты. Женщины часто думают, что надо всегда всем казаться красивыми. Нет, это неправильно. Женщина должна стараться быть нейтральной по отношению к чужим, к мужчинам, и быть красивой по отношению к близким. И тогда она создает атмосферу счастья в семейной жизни. В противном случае она ее развазаривает от энергии красоты. Раздает все подряд. Без разбора. Видите, то, что я вам сейчас говорю, вам не нравится. Потому что всегда, когда ты чего-то не делаешь не так, всегда это не нравится. Вот вы сейчас поменялись. Вот вы сейчас поправили волосы. Вы стали недоступными. Когда женщина доступная, она красивая, но мужчина ее не уважает, он ей пользуется. А когда женщина становится недоступной, мужчина начинает ее уважать и поклоняться ей. Он не может уже пользоваться недоступной женщиной, начинает ее уважать. Женщина должна стремиться к тому, чтобы ее уважали в обществе. Смотрите, когда общество разрушается, у женщины есть три типа энергии. Первое – энергия дочери или послушницы. Второе – энергия жены. И третье – энергия матери. Когда в мире увеличивается энергия жены, мир идет к разрушению. Когда в мире увеличивается женская энергия послушницы и матери, а уменьшается энергия жены, когда мир идет к созиданию и развитию. Женщина должна излучать энергию жены только дома. А когда она на улице, она должна излучать энергию матери или дочери. Дочь очень скромная, мать очень ответственная. А жена – любящая. Энергия любви женщины должна применяться только в близких отношениях со своими родственниками и подружками. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывают. Дружба между мужчиной и женщиной означает секс. Есть тонкий секс, есть другой секс. Женщина в основном любит пользоваться тонким сексом, а мужчина в основном грубым. Это не значит, что женщине не нужен грубый секс. Женщине также нужен грубый секс, но не всем женщинам стоят. Мужчинам тоже не всем нужен тонкий секс. Иногда мужчины не любят вообще вот этих вот нежностей и ласков. Им не нужен тонкий секс. Они могут это делать чисто при жене. Иногда мужчинам нужен только грубый секс и все. Женщинам иногда грубый вообще не нужен. А иногда бывает так, что в семье вместе соединяются женщины, которым не нужен грубый секс, и мужчинам, которым не нужен тонкий секс. Это не значит, что они не смогут жить вместе. Это значит, что они всегда должны служить друг другу. Это означает тяжелую соединение. И так, дружба между мужчиной и женщиной означает тонкий секс. Это не дружба. Дружба нейтральная отношения между людьми. Когда люди дружат, нейтральные отношения. Например, у брата и сестры отношения более-менее неправильные. Там тоже есть любовь, но это другая любовь. Чужой мужчина также не может быть братом. Может быть братом чужой мужчине. Это мой братишка. Вася, смотри, это мой братишка. Познакомься. У нас нам очень близкая дружба. Ну, старый – она братишка. Нет, это не братишка. Понимаете, да? Как вы думаете, почему между женщиной и мужчиной чужими не может быть дружбой? Ну, не может быть дружбой. Ну, не может быть дружбой. Ну, все они чужие, но не может быть дружбой. Почему? Потому что мужчина и женщина оплатают противоположными энергиями, которые соединяются и приводят к взрыву. Вот точно так же, как между натрием, чистым натрием и водой не может быть дружбой, потому что получается взрыв. Так же и между мужчиной и женщиной, которые испытывают привлекательность друг к другу, не может быть дружбой. Возникает ядерная реакция, наслаждение, энерго наслаждение начинает возникать. Это опасно. Но при этом дружеские чувства можно испытывать мужчинам, но на дистанции. Дружеские чувства – это хороший человек. Я рада тебе. Мне очень приятно тебя видеть. Приятно? Давай когда-то ближе. Нет. До свидания. Дистанция означает правильное отношение с чужими мужчинами для женщин. Для мужчин тоже очень уважают надо красоту женщин, хорошо относиться к ним, но не надо чужими женщинами здороваться, обнимаясь с ними. Я когда первый раз в Америку приехал, там, не знаю, как сейчас, давно уже было. Но тогда там было такое, что в аэропорту одна женщина, которая меня встречала, она побежала со мной обниматься. И я так раз, моя жена не любит, что я с женщиной обнимаюсь и заметила. Она говорит, ну ладно, хорошо. Но она хотела со мной обняться по-дружески. Проблема ведь знаете в чем заключается? В том, что когда мужчина и женщина обнимаются, если между ними есть гармония, на все одном уровне сердца гармония, то происходит… То же самое, когда ремень защёлкивается в самолёте, застегните ремни, а назад… Все, ремень застегнулся. Точно так же, если ты, ну, с одной девушкой обнялся, поздоровался, с другой обнялся, с третьей обнялся, все нормально. А с четвёртой обнялся… И всё. Происходит защёлкивание сердец. Хочет человек, не хочет, не имеет значения. Эта сила очень непреклонная. Сила глублённости – непреклонная сила. И он так раз обнялся с ней. И он уже не обнимает её. Но ум его постоянно, и он её начинает обнимать. Он с ней спит уже, и она с ним спит. И они ходят, думают друг об друге. Потому что так действует эта сила. Но при этом у него есть жена, дети, которых он любит. Но он постоянно думает о другой уже. Почему? Потому что он не знает культуры отношений между мужчиной и женщиной. Он не знает, как устроена женщина, как устроена мужчина. У него нет знания, как строить отношения. Из-за этого отсутствия знаний создаётся хаос в мире. Из-за того, что женщины сейчас стараются больше быть любовницами и жёнами в этом мире. Создаётся хаос, потому что разрушаются семьи. Ну, допустим, я наделась очень красиво. На этого не повлияло, на этого не повлияло, на этого не повлияло, на этого... А тут ба-бам! И на это повлияло. И вдруг снова смахну слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонна. Ну, ладно, если как он тебе не нравится, а я на него повлиял, а вот за мной бегает. Миллион, миллион, миллион алых роз, из окна, из окна видишь ты. И тогда, ну, хорошо, ну, пусть он там свою жизнь превратил в цветы, там постоянно ходят со цветами. Ну, мне не нравится. Ну, Бог с ним, это его проблемы. Я на него повлиял, а он влюбился, это его проблемы. А если он тебе тоже нравится, что тогда? Ты оделась красиво, ты на него повлияла, и он тебе тоже нравится. А вот тогда до свидания, муж, до свидания, дети, и там, и там. Полная разрушка. А вы знаете, что самый смертельный яд имеет сладкий вкус? А вы знаете, что когда смерть приходит к человеку, она его расслабляет, а не бегает? Вы знаете об этом, что есть признаки, когда человек тело оставит, что за несколько часов до смерти ему хорошо становится. Или за пару дней. У него болезни все проходят. Ну, так кажется, что он уже выздоравливать начал. Но он стал безразличный ко всему, успокоен. Ну, ничего не надо. Это значит, что он уже находится под влиянием смерти. Смерть – это тоже личность, она имеет женскую природу. Это женщина. Я ее видел. Я знаю, как она выглядит, я чувствую ее. Но нельзя смотреть ей. Нельзя видеть ей глаза. У нас в этом покрытывание лицо вот так покрыть. Глазанька в глаза, она открывает только тому, кому с ней надо строить отношения. Я могу видеть на человеке, что смерть уже рядом стоит с ним. Это женщина тоже. А для женщин? И для женщин – женщина. Мы что, думаем, пикатрас? Для женщин, нет? Тоже женщина. Сладкий вкус. Сладкий вкус и для женщин. И для мужчин. Женщины сладкие для всех. Пироженки для женщин. Для всех сладкий. Для мужчин и для женщин. Это женская энергия. Сладкий вкус – женская энергия. Смерть имеет сладкий вкус. Яд имеет сладкий вкус. Влюбленность в другого мужчина, в чужого мужчину, в чужую женщину имеет такой же вкус. Сладкий вкус яд. Знаете, что точно так же, как мотылек любит свет, и поэтому все мотыльки погибают от света. Мотылек летит на свет. И он погибает, сгорает под влиянием света. Он сгорает в костре или от электрической лампочки. Вы знаете, как мотыльки погибают. Точно так же рыба погибает от того, что она наслаждается вкусом очень сильно. И поэтому, если ей нравится вкус червячка, она даже готова терпеть боль от крючка, но все равно заглатывает этот червячок. Рыба наслаждается вкусом. Рыба наслаждается вкусом. Мотылек глазами. Точно так же человек погибает от вкуса любви. Это ведет его к погибели. Сладкий вкус влюбленности ведет к погибели. Но сладкий вкус влюбленности может погубить человека только в одном случае, если у него не было любви никогда. Любленность побеждает человека только когда у него не было любви. Любовь начинается с уважения. Если я вижу хорошее в человеке, служу ему, то это никогда не может позабыться. Это никогда не может позабыться. Вот эти глубокие, чистые отношения между мужем и женой, они слаще в тысячу раз, чем влюбленность какой-то чужой женщины. Поэтому влюбленность может касаться всех детских людей. Это не проблема. Но, если у тебя есть глубокие отношения с женой, ты никогда не попадешь в капканы. И этот яд никогда не сможет убить тебя. Змея может выкусить человека, но если у человека сильный иммунитет, тогда он не погибает от этого укуса. Точно так же, когда человек всегда в своей жизни стремится к очень глубоким отношениям в семье, у него создается иммунитет на отношения с противоположным полом, и он убеждает свою судьбу. Если у нас гарантия, что нашего близкого человека не сведет кто-то с ума, есть такая гарантия? Нет такой гарантии. Ни у кого. У меня тоже нет такой гарантии. Ни у кого нет такой гарантии в этом мире. Но у нас есть гарантия, что если я буду служить отношениям, то любовь всегда будет жить в моей семье. Если мой близкий человек в результате того, что его голову ему сорвали и уходит от меня, то Бог мне даст другого человека еще лучше. Поэтому у меня всегда есть гарантия быть счастливой в личной жизни. Потому что счастье или любовь – это принадлежность сердца, а не отношений. Вот если девушка наполнена любовью, сколько она будет ждать за мужество? Долгое? Нет. Она всем нужна. Она всем нравится. Но если девушка имеет в сердце яд, яд разлуки, яд неверия мужчин, яд пренебрежения мужской природы, яд грубости, сухости, безразличия, апатии, лени, депрессии. Если женщина в своем сердце имеет яд, кому она нужна? Всегда надо копить любовь в своем сердце. Мы не можем гарантии себе давать гарантии, останется со мной близкий человек или нет, хватит у меня силы спасти мою семью или нет. Это означает просто война. Когда влюбляется близкий человек – это боевые действия. Спасибо. Спасибо. Ирина. Когда влюбляется близкий человек – это всегда боевые действия. Некоторые говорят, я не буду вмешиваться в его судьбу, я его люблю, поэтому вот где ему лучше, пусть он там и будет. Это полное безумие, так считают. Если у человека нога вменет, я его люблю, пускай в нее дальше. Пускай отвалится, если ему так лучше. Есть болезни ума, есть болезни тела, есть болезни разума. Влюбленность – это болезнь разума, это нездоровое состояние. Когда человек влюбляется, он теряет понимание вещей. Он перестает чувствовать счастье от отношений с детьми, от отношений с женой, даже от отношений с родителями. Когда человек влюбляется, он ни о ком не хочет думать, кроме того человека, который влюбился. Это яд. Его сердце ужарили ядами. И сердце какого человека надо спасать? С помощью служения, ограждения его. Нет, ты не пойдешь никуда. Нет, ты будешь дома. Нет, ты не поедешь в эту командировку. И если человек между вами под немножко есть верности, означает, что вы вкладывали в отношения. Человек подчинится вам. Он будет его тянуть туда, но он подчинится. Нет, ты не будешь писать эти смс-ки. Нет, ты не будешь сидеть в интернет и отвечать на свои письма. И когда человек подчиняется, он постепенно забывает. Яд остывает, когда нет отношений. Надо разорвать эти отношения. Есть очень хороший способ это сделать. Надо узнать эту девушку, что она какая. И прикикнет в гости. Принести ей тортик. Без яд. Без яд. Нет, нет, не поддавайтесь на длинность. Принести ей тортик. Встать перед ней на колени. И сказать, пожалуйста, я сама виновата в своей плохой судьбе. Пожалуйста, сохрани мою семью. У нас хорошая семья. Вот фотографии моих детей. У нас хорошие дети. У тебя такие же будут тоже с другим человеком. Не разрушая мою жизнь. Если ты разрушишь мою семью, тогда ты тоже получишь то же самое, как результат. Пожалуйста, не разрушая мою жизнь. Дай нам возможность быть вместе. Она призвей, увидев ваши глаза. Потому что когда она забирает у вас человека. Потому что отопление любви, вот этого яда. Всегда мужчина говорит о своей жене плохо. И о своих детях ей говорит. У меня такая плохая семья. Я такой несчастный. У меня так все плохо. А с тобой только мне хорошо. Ну, у тебя такая хорошая. Я сейчас его спасу. А когда приходит жена. Такая смиренная, скромная. Говорит. Я так рад вас видеть. Я очень благодарна вам, что вы подарили хорошее чувство моему мужу. Вот. Ну, пожалуйста, давайте закончим ваши отношения. Потому что у нас семья, дети. И он сейчас теряет эти отношения. И он говорит. У нас хорошее отношение. Мы любим друг друга на самом деле. Если не верите, давайте втроем встретимся. И еще раз поговорим над этим. Втроем. И когда втроем встречаются, как мужчина говорит. Да, я вот люблю тебя. А вот с ним в ней ничего нет. У меня они, я, ну, как бы, я не знаю, какие уши. Ну, было, что-то у нас там. Мы улыбнулись два раза. Говорит. А та девочка говорит. Как же улыбнулись два раза? Мы уже три раза в постели полежали. Это наговаривает. Она у меня наговаривает. Или бывает так, что он соглашается. Да, говорит. Было такое. Но эти отношения любовник-целебовник всегда развиваются только в тайне. Когда нет тайны, они не развиваются. Когда все скрылось, ему уже неинтересно ей звонить, потому что тайны нет. Он ей звонит, встретимся, а ей уже тоже неприятно. Потому что все раскрыто уже. Она говорит, нет, не буду я с тобой больше встречаться. Жена должна сначала простить мужу, потом пойти знакомиться с любовницей, а потом сделать встречу всей Украине. До свидания. Развод. Очень простая система. Эта система означает сила сердца. Сила сердца. Вы знаете, что дипломат может спасти целую страну от войны и тысячи тысячи жизней сохранить. Как он это делает? Он идет к врагу. Дипломат. У него такая сила. Он идет к врагу. Улыбается врагу. Тот его оскорбляет. А дипломат у него улыбается и сила любви говорит, вы знаете, на самом деле мой правитель вас очень уважает. На самом деле у него между нашими странами есть много общего. На самом деле мы готовы вам служить. Готовы пойти на ваши условия. Давайте будем встречаться. Мы не хотим кровопролития. Мы не хотим, чтобы ваши люди гибли. Давайте встречаться, общаться. И такой дипломат, если он разумный человек, он сохраняет мир. И женщина, которая хочет сохранить свою семью, должна действовать как такой дипломат. А также и мужчина, который хочет сохранить свою семью, он должен прийти к мужчине и поговорить с ним просто. Но у мужчины другая ситуация. Если мужчина поговорит по-мужски, потому что женские разговоры это добрые, сердечные. А есть мужской еще разговоры. Он поговорил с этим мужчиной и сказал, у нас семья, пожалуйста, не надо с моей женой как бы иметь отношения. И тот говорит, а мне по барабанке. Тогда надо провести лечебные действия. Лечебную процедуру надо сделать точечный массаж лица. И если это мужчина, который встречается с твоей женой большой, 2 метра, 1 лоб, там и квадратный, то надо с тобой иметь свисток в нужный момент. Чтобы свистнуть, и зашло еще 5 небольших мужчин. 6 небольших мужчин могут спокойно сделать массаж, а мы большим. 6 небольших мужчин. Понимаете, здесь вопрос просто силы и влияния. В отношении между мужчинами вопрос силы и влияния. Когда лечебные процедуры сделаны, то он уже дальше к жене пойдет. Почему? Потому что он вынужден. Разве мужчины отразляется с помощью силы, разве женщины отразляется с помощью совести. Запомните. Воспитывать мальчиков надо на практике силой. Мальчик должен почувствовать действие. Мама ему говорит, вот если так будешь делать, ты будешь заказан. И вообще никак у него по барабану. Никак. Не алло вообще. Отец берет за руку, пойдемте, сейчас оку напьем. Я говорю, все, папа, понял, все. Сразу приходит понимать. У мальчиков приходит понимать через силу, у девочек через совесть. Понимаете? Женщине и девочке достаточно. И женщине достаточно просто открыть совесть. С любовью к ней обратиться и все. Тогда восстанавливается. Мужчине нужна сила. Не надо бояться. Вот я сейчас приду к этому мужчине с друзьями. Он один, нас много. Ну и что, какая разница. Побеждает тот, кто сильнее. Если у тебя нет силы в одного, побеждает с помощью многих. Мужчина даже с собой милиционер привезти. Или бандита какого-нибудь. Бандиту иногда вам тут пользу приносить. Бандиту даже не надо ничего делать. Он просто постоит рядом, когда вы разговариваете. И мне даже втаскивать ничего не надо, потому что у нее такая морда, что на ней все нарисовано уже. У меня есть один знакомый. Он бандитом был. Просто у нас начал заниматься духовной практикой. И он такой, два метра ростом, здоровый такой. Он говорит, может быть, я печен. Переводите. Переводите. Вот. Покупил это в движении. Он такой смотри на него. Мне кажется, что вы ошиблись. Он говорит, да, похоже, я ошибся, и он никогда не платишь штрафы. Это, конечно, не хорошо, не платить штрафы, а вот использовать силу для выяснения отношений мужчина получит обязательным. Сила может быть разной, та, которая у него есть возможность, он должен использовать. Это раны. Отношения между мужчинами – это правило, справедливо. Итак, есть природа мужчин, есть природа женщин. Если мы не знаем эту природу, то тогда мы страдаем. Мы не знаем, как строятся отношения, мы страдаем. Как уважать мужчин? А вперед, да? Все. Как уважать мужчин, не посетили. Все отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ